Лю Цысынь. Задача трех тел. Часть первая. Безмолвная весна. Глава первая. Годы безумия. Китай, 1967 год. Уже второй день Красный Союз вел осаду штаба бригады красной охраны имени 28 апреля. Вокруг осажденного здания неустанно реяли красные флаги, словно костры, постоянно жаждущие дров. Командира Красного Союза с ней дала тревога, но не из-за противника. Две жалкие сотни хунуибинов из бригады имени 28 апреля были просто молокососами по сравнению с бойцами Красного Союза, основанного в 1966 году, в самом начале Великой Пролетарской Культурной Революции. Примечания. Хунвейбины. Буквально красные охранники. Отряды молодежи, сформированные в Китае в 1966 году, в период так называемой культурной революции, отличавшейся крайним пренебрежением к культуре и ее традициям, а также невероятной жестокостью по отношению к людям и правам человеческой личности. Хунвейбины Красного Союза. Принимавшие участие в революционных походах по всей стране и видевшие выступления председателя МАО на площади Тяньаньмэнь были опытными и закаленными бойцами. И все же их командир боялся. Он боялся двух десятков чугунных плит внутри здания, начиненных взрывчаткой и с общим электрическим детонатором. Он не видел, но чувствовал их. Как железо ощущает притяжение магнита. И если кто-то из осажденных переключит рубильник, в гигантском взрыве погибнут все – и революционеры, и контрреволюционеры. Но юнцы из бригады имени 28 апреля и правда были способны на такое безумие. В отличие от суровых мужчин и женщин первого поколения хунвейбинов, эти бутовщики были как стая бешеных волков на раскаленных углях. Внезапно на крыше здания возникла тонкая фигурка красивой девушки с огромным красным знаменем бригады в руках. Ее появление было встречено как о фоне выстрелов. Оружие у нападавших было самое разнообразное. От устаревших американских карабинов, чешских автоматов и японских ружей 38-го калибра, до новейших винтовок и пулеметов, принятых на вооружение в Народно-освободительной армии Китая и украденных из ее арсеналов после публикации августовской передовицы. Примечание. Августовская передовица. Имеется в виду статья, напечатанная в августе 1967 года в журнале «Красный флаг», важном источнике пропаганды во время культурной революции. Статья призывала очистить нашу землю от горстей контрреволюционеров. Многие хунвейбины истолковали это как завалированный призыв к захвату арсеналов Ноак, что способствовало разжиганию междоусобных войн локального масштаба между различными фракциями хунвейбинов «Красная охрана». Здесь были даже копья и китайские мечи Дадао. Вся современная история в сжатом изложении. Члены бригады и раньше устраивали подобные показательные выступления. Они взбирались на крышу, размахивали флагами, выкрикивали в мегафон лозунги, осыпали нападающих листовками. Как правило, храбрецы, среди которых были как мужчины, так и женщины, успевали скрыться от града пуль, заслужив почет и славу за свой подвиг. Девушка на крыше, очевидно, не сомневалась, что ей это тоже удастся. Она размахивала боевым знаменем, рдеющим, словно ее пламенная юность, и свято верила, что враги сгорят дотла в огне революции, что завтра из пыла и жары ее крови родится новый, совершенный мир. Девушку опьяняла эта сияющая алая мечта, но тут ее грудь пронзила пуля. Ее 15-летнее тело было так нежно, что пуля прошила его насквозь, не задержавшись ни на мгновение. Юная воительница и ее знамя полетели с крыши. Легкая фигурка, казалось, падала медленнее, чем красное полотнище, словно птичка, не желающая покидать небо. Бойцы Красного Союза завопили от радости. Они ринулись к зданию, подхватили худенькое безжизненное тело девушки и вырвали знамя из ее рук. Воздев трофеи над головами, они некоторое время торжествовали, а потом швырнули труп на ворота, ведущие во двор комплекса. Большинство металлических прутьев, из которых состояли ворота, исчезло. Их сорвали еще в начале межфракционных войн, чтобы использовать как копья, но пара еще держалась. Тело девушки нанизалось на их острия. Некоторым в этот момент показалось, будто оно, дернувшись на мгновение, вернулось к жизни. Хунвейбины из Красного Союза немного отошли и принялись упражняться стрельбе, используя труп в качестве мишени. Для погибшей свинцовый шквал был все равно, что легкий дождик, поскольку она больше ничего не чувствовала. Ее безжизненные руки, тонкие, словно прутики, изредка вздрагивали под пулями, будто под каплями дождя. А потом ей снесло половину лица. Ее прекрасный глаз одиноко смотрел в голубое небо 1967 года. Во взгляде не было боли, только преданность делу и решимость. И все же, по сравнению с другими, девушка была счастливицей. Она, во всяком случае, погибла славной смертью, пожертвовав жизнью за идею. Такие бои полыхали по всему Пекину, словно множество параллельно работающих процессоров, на выходе у которых была культурная революция. Безумие затопило город. Насилие проникло во все его углы и закоулки. На окраине города, на спортплощадке университета Цинхуа, в присутствии нескольких тысяч человек, уже часа два шел митинг борьбы. Примечание. Митингами борьбы или в другом варианте перевода «собраниями критики» называли собрания, призванные перевоспитать преподавателей в духе революции. По существу, это были публичные издевательства студентов-хунвейбинов над преподавателями. Это массовое мероприятие имело целью с помощью оскорблений и пыток унизить и сломить врагов революции, заставить их публично покаяться в своих преступлениях. Фракции внутриреволюционного движения, раздираемого идеологическими противоречиями, постоянно враждовали между собой. В университете не прекращались напряженные конфликты между Красной охраной, рабочей группой культурной революции, агитбригадой рабочих и агитбригадой военных. Вдобавок, сами фракции делились на группы, каждая из которых имела свою социальную основу и программу. Все это вело к еще более ожесточенной борьбе. Жертвами сегодняшнего мероприятия были реакционные буржуазные преподаватели. Будучи врагами для всех фракций, они были вынуждены отбиваться от яростных атак со всех сторон. Преподаватели-реакционеры отличались от прочих чудищ и гемонов. Примечание Так, вслед за Мао, хунвейбины именовали контрреволюционеров. На митингах борьбы в начале культурной революции они вели себя упрямо и вызывающе. Именно на этой стадии погибли очень многие из них. За 40 дней в одном только Пекине были забиты насмерть 1700 человек. Другие, такие как Лао Ше, Ухань, Зяньбаньзань, Фулей, Чжао Цзюджан, И Цюнь, Вэньцзэ, Майхо и другие некогда уважаемые интеллектуалы выбрали более легкий путь, уйдя из жизни по собственной воле. Те же, кто выжил после первой стадии, постепенно теряли чувствительность к нескончаемым издевательствам. Ментальная броня помогала им не сломаться физически. Зачастую во время судилищ эти люди, казалось, впадали в прострацию и, чтобы привести их чувства, мучители орали им в лицо. Тогда, истязуемо очнувшись, машинально повторяли свои признания и до того уже произнесенные бесчетное количество раз. Дальше для некоторых наступала третья стадия. Бесконечные внушения отравляли им мозг до тех пор, пока их умы, взращенные на знаниях и логике, не уступали натиску. Жертвы начинали верить, что и правда виновны, проникались осознанием того, какой тягчайший вред они нанесли великому делу революции. Их слезы были более искренними, а раскаяние более глубоким, чем у тех чудищ и демонов, которые не принадлежали к интеллектуальной элите. Хунвейбинам было неинтересно иметь дело с жертвами на последних двух стадиях. Они получали удовольствие от страдания только тех чудищ и демонов, что находились на первой стадии. Такие были для них, как красная тряпка для быка. Но этих желанных жертв становилось все меньше. В Цинхуа остался, возможно, только один такой человек. И потому его, словно изысканное лакомство, приберегли на конец мероприятия. Е-Джи Таю до сих пор удавалось оставаться в живых, но он застрял на первой стадии, то есть не собирался каяться, впадать в прострацию или кончать жизнь самоубийством. Когда профессор физики всходил на помост перед толпой, на лице его было ясно написано «Пусть крест, который я несу, станет еще тяжелее». Хунвейбины и в самом деле навьючили на него тяжкое бремя, но это был не крест. В то время, как на других подсудимых надевали дурацкие колпаки из бамбука, на Е-Джи Тая напялили колпак из толстых стальных прутьев. И на груди у него висела не деревянная табличка, как у остальных. Ее заменяла чугунная дверца, снятая с лабораторной печи. На дверце большими черными иероглифами было написано имя профессора, и две красные полосы перечеркивали его крест-накрест. На помост Е-Е сопровождало в два раза больше конвоиров, чем у других жертв. Двое юношей и четыре девушки. Юноши, студенты физики четвертого курса, шагали уверенно и целеустремленно, как истинные образцы зрелой большевистской молодежи. Е был их профессором. Девушки, вернее совсем еще девочки, учились во втором классе неполной средней школы при университете. Примечание. В образовательной системе Китая после шести классов начальной школы следуют три класса неполной средней и три класса полной средней школы. Эту последнюю еще называют старшей школой или гимназией. Устоявшегося термина нет. Во время культурной революции 12 лет сократили до 9 и 10, в зависимости от провинции и муниципалитета. В данном случае девушкам-конвоирам по 14 лет. Одетые в военную форму с патронташами, они так и лучились юношеским задором. Девочки окружили Еджитая, словно четыре языка зеленого пламени. Толпа пришла в возбуждение. Скандирование лозунгов, до этого слегка ослабевшее, возобновилось прежней силой. В криках, поднявшихся словно цунами, утонули все остальные звуки. Терпеливо дождавшись, пока шум утихнет, один из хунвейбинов обратился к жертве. Еджитай, ты эксперт в механике. Тебе должна быть очевидна величина совокупной силы, которой ты противостоишь. Если будешь упрямиться по-прежнему, гибели тебе не избежать. Сегодня мы продолжим с того, на чем остановились в прошлый раз. Ни к чему попусту расходовать слова. Отвечай на вопрос без своих обычных уловок. «В 1962-65 годах ты, по собственной воле, не спрашивая разрешения, добавлял теорию относительности к вводному курсу физики. Это так?» «Теория относительности – одна из фундаментальных физических теорий», ответил И.Е. «Разве можно исключать ее из элементарного обзора курса?» «Лжешь!» – воскликнула одна из девочек. «Эйнштейн – реакционный ученый. Он служил всякому, кто звенел перед ним золотом. Он даже сбежал к американским империалистам и помогал им конструировать атомную бомбу. Чтобы развивать революционную науку, нам необходимо повергнуть теорию относительности – это черное знамя капитализма. Она была самая умная из четырех хунвейбинок и хорошо подготовилась, заранее вызубрив сценарий. И.Е. молчал. Все его силы уходили на борьбу с мучениями, причиняемыми стальным колпаком и чугунной плитой, висящей на шее. У него не оставалось энергии, чтобы отвечать на вопросы, не заслуживавшие ответа. Но с такими, как Е.Четтай, одних только лозунгов мало. Хунвейбины решили применить новое оружие. Один из студентов подал знак кому-то в толпе, и из первого ряда поднялась жена Е, профессор физики Шао Линь. Она вышла на помост, одета в мешковатый зеленый костюм, явно подражающий военной форме хунвейбинов. Те, кто знал Шао Линь, помнили, что она нередко читала лекции в элегантном Ци Пао. Примечание. Ци Пао. Красивое шелковое платье, модель которого разработана в Китае еще в 30-е годы прошлого века, но популярная до сих пор, и не только в Китае. Нынешний наряд был ей совершенно не к лицу. Е, Четтай! К подобной аудитории она была непривычна, поэтому, пытаясь кричать, добилась лишь того, что голос ее дрожал сильнее обычного. Ты, конечно, не рассчитывал, что я начну изобличать тебя. Да, в прошлом тебе удалось ввести меня в заблуждение. Ты затуманил мой разум своими реакционными взглядами на мир и науку. Но теперь я все осознала. Больше тебе меня не обмануть. С помощью революционной молодежи я стану на сторону правого дела, на сторону народа. Она повернулась к зрителям. Товарищи, революционные студенты и революционные преподаватели, мы все должны четко осознавать реакционный характер теории Эйнштейна. Особенно сильно он проявляется в общей теории относительности. Статическая модель Вселенной отрицает динамический характер материи. Эта теория противолечит диалектике. Она рассматривает Вселенную как ограниченную, замкнутую. Это самый заскорузлый идеализм. Слушая выступление жены, Е лишь горько усмехался. Линь, значит, я ввел тебя в заблуждение. На самом деле, это ты всегда была для меня загадкой. Как-то раз я выразил свое восхищение твоим талантом, но твой отец, какое счастье, что он давно умер и не... Продолжение следует...